Привет! 16 мая у Дениса будет день рождения. В честь этого он решил разыграть среди подписчиков чай от Art of T. Всего будет три победителя, и каждый получит возможность заказать себе чай на 10 тысяч рублей. Чтобы принять участие, нужно подписаться на телеграм-канал и нажать кнопку «Участвовать». Итоги будут подведены 16 мая на стриме. Ссылка на телеграм будет в описании. Спасибо за внимание! Наро, гайст! Подрубил на стадии драфта показать вам, как я в ПП шумит Дазла. Показать что-то как, посмотреть, может вам понравится. Надеюсь, что вам понравится. Персонаж очень интересный, персонаж очень сильный, очень многофункциональный, может много делать. Его, благо, еще заказали через донейшн, а я давно уже хотел Дазла. Из минусов, ему очень сильно занерфили ультимейт в один момент игры. Раньше ультимейт Дазла рефрешил вещи. Когда я говорю вещи, это и мид Даз, и все. Но вот в этом патче, к сожалению, он рефрешит только способности. Но из интересных моментов, он еще рефрешит ТПшку, которая типа вещью не считается. Это не пофиксили, это до сих пор работает, но на всякий случай. Играть мы будем билдом через Аганим плюс Мидас. Ой, Мидас говорю, Аганим Актарин. Я что-то про Мидас заговорил, забылся. В чем идея Аганима? Он кидает вашу тычку во врага. Но параллельно с этим, кидая вы, когда вы, через хилл, да, вы кидаете хилл, вы можете кинуть хилл по врагу. Он будет от врага отскакивать и кидать по нему тычку. Важно понимать, что ваш ультимейт еще уменьшает армор за ваши способности, которые вы используете. Так еще и Poison Touch дает по врагу прок, который типа его замедляет, который при тычках обновляется. И в сумме это все очень круто синергирует, особенно учитывая, что Дазл Актарин сейчас в этом патче меньше хп требует. Ты можешь спамить типа Q-E-R, Q-E-R, Q-E-R и миллион дамеджа вносить. Играть буду по сборке Топсона, он не так часто на этом персонаже играет, но типа когда играет, именно так закупается. Поэтому приятного просмотра. Сборка на Дазл у меня есть в доте, но она опять же не популярная. А, вот она, вот она, вот она, красотища. Вот эта сборочка, я бы минус отсюда убрал и в целом она very good. Ребят, как вам эти арканы? Лично мне венга показалась довольно-таки средней, а вот Sky Mag очень даже красивым. Так вот, все эти крутейшие арканы можно получить в 15 раз дешевле. Ну или совсем бесплатно на тесте. В их новом ивенте, Crown Fall, вы прокачиваете уровень за открытие различных трежерок. Также на 15, 30 и 40 уровне вы лутаете бесплатную аркану на Sky Mag или Вингу. Ну а на последнем уровне у вас есть шанс получить ДК-хук или аркану. А если вам просто хочется халявы, то залетайте в ежедневные сокровищницы. Их можно открывать каждый день, бесплатно. Все, теперь ставь видос на паузу и беги к ребятам на сайт. Вводи мой промокод и получай бонус к пополнению в 15%. И еще одну бесплатную трежерку. Но тебе стоит поторопиться, потому что ивент у ребят существует всего лишь до 4 мая. Ну а вам приятного просмотра ролика. Пойдем с командой сделаем фбшку. У нас хороший левел 1. Посмотрим, что по персонажам. У нас бетридер. Батрудинов. У нас... Да, у нас гуд левел 1. Пойдемте сделаем фб. У нас хороший первый левел. Яд на первом в любом случае буду брать. Хотя часто сейчас берут хил, чтобы прокачать... Чтобы на линии дальника закейсить. Но мне нравится убивать на первом левеле. И в принципе тачковать очень сильно врага. Вард и себе дропну на миде. Надо вместе бегать. This is gonna stink. Ставим такой хороший вард. Один из моих любимейших. Именно играя за дайр любимейших. Потому что он много дает инфы и хер когда сломается. Но очевидно покупаем боттл с первых денег. Очевидно грядим стик и нулик. Хотя нулик по ситуации. Потому что в этом патче мы не будем делать арканы с большой вероятностью. Мы можем сделать пт-шку. Ну и вообще как будто бы я уже могу отойти от команды. Все. Отлично. Запись идет. Все проверили на всякий случай. На всякий случай. Даззла в этом патче на высоком рейтинге. Всего лишь 600 игр. И небольшой винрейт. Меня ждали в миде походу. Соответственно если вдруг вы планируете Даззла мейнить. Вполне хороший персонаж для того чтобы тащить катки. На нем мало кто сейчас играет. Но играет Топсон. Играет он через фаст шарт аганим. Ну понятно там аганим шарт. Плюс аганим очень много дают. Кстати да. Аганим очень хорош против пэла. Он создает иллюзии. Кинем яд. Когда он подойдет добивать милишника. Чтоб три удара по нему сделать. В чем идея этого. А так ты хочешь подраться. Блядь. Опасно. Он меня никак не убивает тут. А вот я его очень сильно пробиваю сейчас. У меня яд. На Даззла очень сильно нерфили. Из патча в патч. Не успею два удара сделать. Просто фулл хп потерял на ровном месте. Ну такой персонаж пиджак. Фулл яд протанчил Даззла. Сейчас главное. Когда он начнет подходить. Выйти от этого. Потому что у меня скука ваншотает сейчас. Ну и стоять в ренджей башни. Получать экспу. Вот кстати тот момент. Когда я понимаю что хил было взять лучше. Все. Он хочет просто меня зайти и хукнуть. Я это понимаю. Я от этого отыгрываю. Мы играем аккуратно. Мы знаем суть нашего персонажа. Что мы контрим Пэла. У нас идея в том. Что мы с помощью первого скилла с шардом. Все его иллюзии превращаем в лягушек. Что на самом деле очень имбово. Все. Мы до фула захилились. Яд ему обновили. Фулл пачку сейчас закоесим. Фулл пачку привез я на всякий случай. Благо я и так захилился. Слушайте. Линия превращается в хорошую. Лучше не сможет тут в Верри хорошо стоять. Я часто использую Верри хорошо в последнее время. Верри часто я бы сказал. Да хуй ты тут перекрестишь Пиджера. Было близко дружище. Надо взять яд в два. Я думаю в таком случае у него линии вообще не будет. Против кого Дазл плохо? Против героев, которые на него легко прыгают. Если такие герои есть, то Дазл не очень хорошо играется. В иных ситуациях Дазл всегда прекрасен. Он всегда эффективен. Всегда мне нравится. Я этого героя люблю. Я его люблю еще с момента, когда на мид не любили брать в сапа героев. Раньше же помните, да? Когда ты брал Дазл на мид, все кричали. Эээ, нуб. Сейчас люди научились играть в доту. Поняли, что сапы на миде самые сильные персонажи. Типа, когда ты сапу даешь деньги, оказывается, что этот сап сильнее, чем кор. Благо сейчас такой патч. Все, у нас сейчас есть яд в два. Этим мы пользуемся. Главное, под башню не быть хукнутым. Обновить яд. Обновил. Обновил яд. Очень много дамажа с яда. Все, вы можете заметить, что начиная с второго яда стоять линию против Дазла очень тяжело. Не успел обновить яд анлак. Испортили добивание крипа, чувачку. Еще и прохарасили его. Все, теперь он... Блядь, мисс. Теперь он стоять не сможет на этой линии. Потому что если он подходит, он получает яд второго левела. 50 ударов по лицу за это. Ну и вот. Казалось бы, да, у меня была линия сложная в моменте. Но из-за того, что ты играешь Дазлом, ты знаешь, с кого яд работает. Яд второго левела очень болезненный. О, Кура, Пуджу с батлом летела. А он жадно закупился без батла. Поэтому он вынужден... Смотрите, лайфхак. Если у вас врага умирает, агрите пачку и идете за руной. Он тепахнется под башню. Как минимум одного крипа потеряет, а то и больше. Очень часто даже больше. Все, дальше делаем сапог Актарин. Или... А, сапог Аганим. Арканный Аганим даже. Арканный Аганим. Вот наш билд. Все, пиджак тп хается. Мы сейчас ту линию возвращаем. Батлом подхилимся. Вражескую баунти забрали. Что, хочешь похукнуть меня? Давай, пробуй. Такой, знаете, прям... Ну, хочется. Ну, вот хочется, но не можется. Блин, я второго подряда денежного крипа не добиваю. Тут обидно очень. Сейчас возьмем в троечку первый. И пойдем по рофле над пуджом. Ну, он не может с вами так драться. То есть, надо подвыть еще чуть-чуть. Обновили яд. Какая жалость, друголек. Но он не знает... На самом деле, это был улын момент. Он понимал, что он дальше стоять не может. И он заулынил. Теперь он умирает без тп, когда у него пачка умирает под башней. Я думаю, даже вот так сейчас сделаю, смотрите. Беру на врага, рейдкликаю, бам. Пачка агрится на меня. Пачка заходит под башню. Мы сейчас линию запушиваем еще раз. Еще раз так вот, бам. Чтобы дальники тоже зашли под башню. Все. Волшебно. Ульту качаем. Все, у него фл пачка умирает. У нас супер фри линия. Сапог покупаем. Мы молодец. Линия побеждена. Побеждена линия. Я против линии играл, ребят. Поэтому линия побеждена. Пуча идет пешком. Сейчас в следующую пачку нет смысла выводить. Ну и смысл вести себе сапог. У меня сейчас есть стики. Есть феррик. Думаю, даже если меня пучку кнет. Я просто ему закину яд. Хил. И обновлю это. И чувак ничего мне больше не сделает. Все, вот о чем я говорил. Яд, стик, бам. Я очень сильно замедлил. Спокойно подвыйдем. Еще себя подхилим. И дальше на тычках вывезем его. Просто потому, что уже слишком большой перевес. Миду уже нет. Все, там уже пуджа нет. Пиджак уже закончился. Тот самый пиджак из фильма. Где итальянец этот играл. Не помню его имя. Ну, этот. Пикассо. Я подмашу хил. У меня с хп проблема. Из-за этого мне стоит подмахить хил. Соответственно, я очень сильно камбэк на хп. Не смогу закейсить никак к катапу. Если только наша катапа мискрикнула, я бы смог. Пиджак топехнулся. Левел 4. Я левел 7. Мид проигран. Шансов точка нет. Ну, вообще, у него есть шансы. Просто очень маленькие. Я... Не, немножко даже жаль. Ну, жалко пчелки. Пока отходим за руну и ни одного крепа не пропускаем. Пидж левел 5. С интерьей. Давай, давай. Пошел оттуда, щенок. Тычку просто сделаем. Для уважения. Для... Профилактика, ребят, происходит. Профилактическая тычка, я это называю. Руны щита есть. В этот раз у человека еще больше проблем на линии образовывается. Потому что я теперь, если он на щита, могу его дайвить под башню. Арканы приехали. Мы хотим себе вардик еще обновить. Я думаю, можно просто закинуть яд хил. Обновить себе яд хил. С помощью ультимейта. И пушить линию. Что у меня сейчас очень сильный билд. Обновляем, дайвим. Шо оттуда, щенок? Ну, под Т2 я не хочу дайвить, наверное. Но вот тут подраться с ним в чистом поле я изи смогу. Пусть он пачку пропускает. Форсит ТП, братишек. Давай так, побегаем, чтобы он прям подумал. Я пытаюсь его поймать, знаете, так вот, так сказать, наживца. Где живец, это я. Он не хочет больше с ним драться, к сожалению. Ну и фармить он тоже не будет, к счастью. Фармить у него шансов нет против меня. Все, отлично. Прогнали. Чувак не дал крипа, не убил. Мы выходим в вардики. Снова мой любимый вард ставим. Бам. Син-3 мой любимый ставим. Давай, давай. Блядь, он шестой получил. Ой, как плохо. Откуда у него шестой? Это знаете что, гайз? Это вот этот патч. Это просто... Я был уверен, что я сейчас нажму хил, руну щита. Трижды его убью. Я объясню. Вот проблема этого патча. Ты в миде, чувака, три раза убиваешь. Он левел 4, ты левел 7. Куяк, чувак левел 6 получает. С ничего просто, с куста. Ну, ладно, это дота. Дота в текущем патче. Неважно, как ты мид доминируешь. Никс об этом говорил, на самом деле. Тут я его поддерживаю, что в этом патче, блин, неважно, как ты мид душишь, чувак все равно один раз тебя может убить и фулл камбэкнуть. Ну, он не фулл камбэкнул, но сами понимаете, о чем я. В ранних патчах эта смерть бы не так сильно решала, как раньше. В итоге руну щита отдал в помойку. Анлуки. Ну, просто анлак произошел, я так это считаю. Произошел анлак. Еще что перешел умереть? Произошел анлак. Иллюзии, кстати, если что, тоже обновляют яд. Поэтому, если сейчас придет персонаж в виде пиджера, то мы его забьем до смерти. Единственное, что если он омника позовет, надо силу себе привести. Мы его сейчас с ядом в 4 забьем. А яд в 4 иллюзии, они очень пуджа плохо сделают. Раньше обновляли, сейчас уже, видимо, не обновляют. Надо обновлять яд, я не могу. У него 6 наличия, ёпт твою мать. Двояда на нем, двояда на нем. Нормально, двояда на нем есть. Блядь, да я хил не нажал. Ой, как плохо. Ладно, слушай, на самом деле не супер плохо. Потому что мы убили пуджа, и я не потерял челика. А вот эта, кстати, штука, которая не долетела, здесь шла. Я, единственное, удивился немножко. Откуда у человека левел 7? У них у мидера левел 7. И у сапа левел 7. Ну, дота 2. Это, на самом деле, дота 2 типичная. Ладно, давайте чуть до гана подкачаемся. Потому что если я сейчас начну так же пытаться суицидить своего врага, у меня так же останется 40 крипов и 0 фарма. А лучше подкачаться просто. С Агонимом Актарином игра уже пойдет поинтереснее. Агоним, Актарин, шардик туда еще наверх. У него в арт-миде стоит, судя по всему. А, так и обновлю ядик. Бам, не успел яд обновить. Он под ядом прилетел туда, ему должно быть плохо, по идее. Не, неплохо. Я думал, что братишки мы там драться будут, но не вышло у них. Пудж можешь прийти куда-то. Он на миде сдох. Сейчас мужа побежит. Да, уличал левел пиздец. Тут признаемся, справедливый аргумент, братишка. Выдвинул мой. Алоха Дэнс, который. Что тут у нас? О, да ты, кстати... Я могу в топ на хосте прибежать. Можем подраться там? На скай сяду. Ну-го. Блин, он снял яд. А нет, не снял, слышишь? Яд не снялся, чё? Хорош. Просто окончается скоро. О, это хорошо будет, возможно. Замедлить, замедлить. Тычковать его. Ай, немножко не хватило. Слушай, это всё равно будет размен. Всё равно будет размен. Мы разменяли двоих в одного. У меня ещё перед этим я залутал экспул. Поэтому я на самом деле рад. Ну, блин, я сам оговариваюсь, что вроде нужно подфармить, а я иду драться нон-стоп. Но это норм киллы. Мы форсим героя в топ, размениваемся. Я думаю, это норм. Но лучше догоним подкачаться, потому что если сейчас открыть тайминги Топсона, то у него агоним плюс шарт на шестнадцатый. Агоним плюс шарт на шестнадцатый. У меня агоним шарт на шестнадцатый не предвидится. У меня бы агоним к шестнадцатый купить. Ладно, давайте подкачаемся чуть-чуть. Я думаю, это супер верное решение будет. Нужно прекращать вот эту движуху делать. Хоть у меня персонажи сильный, но у меня нет Мидаса, чтобы легко камбэкать. А раньше Даззл за счёт Мидаса камбэкал. Сейчас так невозможно делать. Просто прокачку небольшую устроим. Всё, игра пойдёт. Значит, вот тут по талантам. Ну, очевидно, думаю, всем, что мана у Даззла будет. И большинство игроков берут дальность атаки. Просто триста это очень много. Кто не в курсе, там Драгонлендс даёт... Сколько, кстати, сколько Драгонлендс даёт? Ну, сами видите, это два Драгонлендса. По персонажам с Ядом. А с Ядом будут все. Да. А мана, её можно купить слегка. Дальность ты не купишь такую. Причём дальность именно под третьим скиллом. Пуш десятый, я десятый. Мид помните? Помните. Вот что бывает, когда ты после мида начинаешь ошибаться. Я объективно могу назвать ошибкой то, что со мной происходило. Не стоило мне участвовать в этих конфликтах постоянных. Это не очень выгодно. По экономике. Но всё равно всё хорошо у нас. Мы не Топсон, гайз. Мы не Топсон. До этого тоже стоит отталкиваться. Мы не Топсон. Будь мы Топсона, мы бы на Интернешнл играли. Но мы не Топсон. У меня дальность атаки повышенная. Найс. Бет подставился. От чайника по двоим отойдём и просто потычкуем. Сами видите, да? Насчёт моей дальности атаки. Видите, да? Мой дальность атаки, ребят? Тут подвыти немножко. Успею бить. Блядь, ну скажи, что я успею, пожалуйста. У него два яда. У него два яда. Нормально. Там ещё и пиявка сидит. Ой, как тебе плохо, братишка. Успеешь? И таймлапс. И таймлапс. А таймлапс? Таймлапс? Хорош. Выйдет? Фух, вышел. Блин, как будто бы Пуджу вообще насрать. Да ну мои яды. Я столько ударов по нему сделал. У него ноль эмэса. А это проблема того, что яд наносит физический урон. И плюс, и минус. Плюс в том, что ты этот урон можешь апнуть. Кстати, молодежь, не покупая. Всё-таки решил купить дизоль. Дизоль с дазлом эмба. Идея дизоля с дазлом в том, что я армур уменьшаю. А ты этим пользуешься. Надо получить двенадцатый. Я должен забрать руну, закачать иншей. У меня почти аганим. Всё. У меня этот кварити ебаная со старта лежит, который я не могу использовать. Ну, из хороших новостей. Вороги на меня много внимания уделяют. Каждый раз, когда я в мид прихожу, там, ну, тут три героя. Хотя, одна моя ошибка против Пуджа была, такая прям очевидная. Но в основном толпой гасят. Толпой гасят даже льва, если что. Я не лев, но толпой меня гасят. Всё отлично. Сейчас рунку заберём. Прокачку устроим определённую. Руна мне очень нужна. Чё там по нейтралочкам, кстати, есть чё-то сильное. Ну, бабл мне нравится очень. Позволит выжить в сложных моментах. Макшенный грейв с акторином даёт бесконечный грейв. Что тоже важно понимать. Там, к сожалению, есть дазл. Он немножко... Ой, дазл, говорю. Скаймак, он подруинит меня. Ну, такой, знаете, условный подруин. Куру в лавочку отправляем. Мы не сможем купить аганим плюс шарт к 15-й. Но у нас довольно-таки рано всё равно получится. С командой мы точно хотим драться. Сто процентов. Мы весьма хороший тимфайт-персонаж. Ну, вообще, да. Проманедизоль прилетел. Да, я подхожу. Яд по всем дал, яд по всем дал. Вот, вот и наш тимфайт. С пэлом? На пэл вообще похуй, парни. Я с шартом его ебу всю игру. Всё. Акторин, шарт. Пришли вовремя команде. Законнектились. Помогли. Подхилили братишек. Благо, хилл работает на союзников. Поэтому это наше главное преимущество. Наше. Всё. Как теперь работает прокаст? Мы ешку в крипов нажимаем. И тем самым пушим линию. И, померяно с этим, у нас ещё тычка летит на хилл. То есть, вы как... Как вы теперь отпушиваете линии с агонима? Смотрите, скорость фарма. Крипы подходят? Раз. Два. Три. Всё. Пачки нету. То есть, просто на крипов жмём хилл. Бам. Обновили. Батл. Верни батл. Спасибо. Вард в миде может быть в теории, но мы аккуратно. Всё. Сейчас у нас есть аган. Мы с аганом сильные. Мы агоним? Я себя довольно-таки сильный ещё дрэк. До сада ещё можно будет соло торминтера убивать. Он не сбросил яд. Мансим от хуха пужа, который в нас целится. Пачку подхилим. Ну, тем самым убьём эту пачку. Сами понимаете, что дэмэджа уносим огромное количество. Даём много армора на ранней стадии команде. Кайф. Бля, я бы в топ нажал ТП на самом деле. Там очень много кача. Мне нужен окнарин, шард. Давайте качаться, парни. Мы в лытьях отъебём. Капел ещё решил через аганим поиграть, что я считаю ошибкой. Идея ещё вот этого этого, что он даёт вам бесконечный мэнерген. То есть, это Clarity. Эта штука даёт 6 мэнергена, Clarity даёт 6 мэнергена. Только это Clarity, который не заканчивается. Поэтому мы должны это юзать. Вот так это и работает. Бам, пачку. Две кнопки нажали, кайфанули. Бам, две кнопки нажали, лес прокачали. Бам, обновили. А с левелом это ещё сильнее. Вот раньше это ещё с Мидасом было. Мидас был просто имбой на дазну. Нормально, и так убьём. Там ещё хороший талант на 15-м, хороший талант на 20-м. Тут мы берём талант на урон Shadow Wave, который добавляет, по сути, не урон к Shadow Wave, а урон к тычкам. Вы же понимаете, почему к тычкам? Потому что вы тычку отправляете во врага. Вот, типа, бам, и вы потом Ешку кидаете по врагу. Бам, и под минус армором это ещё. Так, ну тут, очевидно, мы будем тычку по всем кидать. Поэтому вот это берём. И берём Селемену. Селемена летит к нам. Команды без меня подрались, вполне уверенно. Всё, прокаст, бам, бам. Пачка умерла. Всё, Селемена есть, теперь можно шарф покупать. Летим к братишкам, может быть, успеем? Да, вполне успеваем. Молодцы, ребятки. Хилнули братиков. Хил огромный у нас, сами видите. Good job. Yes. И бесконечная мана. Как раз-таки из-за вот этой штучки. Сейчас я шард куплю, пойдём их ебашь по всей карте. Можем ещё тормянта рубить на 20-й. В идеале, кстати, что вы к 20-й и курьеров к тормянтуру подвели к этому. Я через курьеров могу убить. Работает, работает. Сложней, но работает. Там я просто много урона получаю. Кстати, с регеном я заберу соло Рошана изи. Ну только у меня... Рошана? Ой, в смысле, тормянта, вы поняли. Чё ты доёбываешься до слов? Умник. Всё, обновляем себе ТП заранее ультимейтом. Я бы это уже говорил, что... Почему ТПшка не считается вещью? Разлетай 10 секунд ещё. Туда тычка залетела. Чего очень плохо с этого прокаста, хотя я его даже не ударил. Ммм, я супер, окей. Реген не жму. Обновляем ТПшку себе. Посмотри, пофиксили ли это 38 вам? Пофиксили, лол. Пофиксили. Можете курьеров к тормянтуру отправлять заранее, парни. Я к 20-й туда ТПхнусь. Это ТП-20. Наверное, пешком побегу просто. Да, побегу пешком. Не делитесь только у меня. Побегу пешочком. Сейчас сделаем красоту. Красотулечку. Идея в том, что ваша тычка носит урон, когда шеду вайф прокает. То есть тычка летит. Прямо с этим у вас ещё персонаж сам дает тычки, плюс яд кидает. Ну и обновляя кнопки, под все минус армором. Сами понимаете, сколько там всего будет. Смотрите. Типа реген нажимаем. Раз, два. Раз. Пешкуем. Блядь, на самом деле нужно отойти чуть-чуть. Сейчас я подхилиюсь регенчиком и продолжу. Сейчас надо регенчик подхилиться. Не-не, я сейчас регенчик подожду, пока подрегенят. Очень больно с хила залетает. Сейчас ещё обновляем яд постоянно, потому что там уже три яда на нём. Добавляем себе арморчика. Хил в себя, бам, хил. Бам. Успей уже, блядь, успей. Ааа, успел. Фух, справился. Было сложно. Но я справился, я молодец. Фасочка, купим себя. Может убирать парьеров. Ну тут, очевидно, урон хил. Не могу там. Чайник соло. Кайф, дэмэдж вообще. Всё, у меня шард есть. Гоу, гадости делать. Леснитесь, пойдём в них просто впл. Иллюзии его не работают. Сложно было, но я смог. Но, скажу так, раньше было легче. Раньше слишком много армора давали кнопки уважаемого дазла. Сейчас меньше даёт. Ну либо я не знаю, что там изменили. Может арменторов просто апнули, я хзы. Видно, что его втихаря переработали. Самоком на метапе дам. Двой баш совмест. Даже без вивера, в принципе, можем. Но с ним полегче будет. Войду. Нормально, нормально. Небось. Где он? Это улетел, конечно, дружище. Я думал, я буду креймтовать ему. Ладно, нормально. Ничего страшного. Да, им плохо. Вот там рел, вот этот. Блин, не в позиции немножко оказался. Ну я просто думал, что я буду у него кнопки жать. У него шард есть? Ну чё он, блядь? Дурать, всё гуд. Ти шард нужен на вивере. Ты ебёшь в салат. А, май бет. Я вообще подумал, что мы прям можем у них идти. МДДшка. Просто надо было не Омника. Да не, Омник тоже изи был. Мы же его изи убили. Он же ушёл. Не-не, я убил его. Ну в целом похуй. Типа, у нас лейт лучше, и мы по всем параметрам сейчас. Что ты делаешь, не знаю, от сала. Да я в позиции почти всегда. Можем драться. Я думаю, Пэл хочет не драться. Чтобы драться, у него ноль шансов. А я хочу быть в позиции. Октарин. Октарин, не Октарин. Октарин, не Октарин. Сложный выбор. Полагаю, Роша можно играть. Да, Роша изи тоже. Хорошая идея. Он вниз уйдёт через минуту. Мне кажется, лучше внизу стакнулся. А мы быстро убьем его. Ну если вместе будем. О, копил Дизоль уже? Блядь, он без Дизоля ещё. А чё ты Дизоль решил отказаться? Я думал, такой охуенный мув. Я? Ну там Дизоль сделал. А, не заметил. Окей. Ладно, их пять тут. Я иду, я иду. Мне нужен хелп. Им очень плохо делаю. Им очень хуёво. Ля, как же мы их отъебали. Ой. Ну я бы там умирал в противном случае. Гуд, гуд. Он сейчас пойдёт, гайз. Можем заранее за тьму пойти. Так, просто закачаем. Можно курьера ещё подводить к Рошану. Линку может кто-то сбить? Не, не может. Ну я сам собью чём. У нас много армора. Нам похуй на Рошана. Рошана у нас вообще не похуй. Да, нам очень легко драться. Забирай, наверное. Чё, у меня октарин. У меня с восемнадцатым октарином грейв бесконечный. Поэтому кто-то может спереди стоять. Прям с запасом грейв. Поэтому там особо оно на доверии. Но только я в одного могу грейв кидать. Будьте аккуратнее с этим. Бля, ну меня нет ещё левела. Я пытаюсь помочь. Блядь. Как будто им очень хуёло. Всё, октарин есть. У меня бесконечный грейв. Можем в них пойти. Не бойся, не бойся, не бойся, бро. Не бойся на вивере. Не бойся. Найс. Вот и весь геймплей на даз лимит. Тяжело. Мана продокончилась теперь. Вот он весь грейв, guys. Чё, наверное, побьём и выйдем? Или вообще не будем бить? Ой, ебать, там руна. А, я сделаю грейджи на елтат? Да, это есть... Вот это есть, что грейджи на елтат. Запомните. И не забывайте. Можно вообще сделать БКБшку тут. БКБ в ЧМБа и Топсон её всегда покупает. Я бегу. В пути. Не на очке. У меня всё ещё есть грейв бесконечный. Не могу достать. Как же много импакта мы делаем. Я хп проебался. Я иду с грейвом. Не успел. Я макс рейдж нажимал. Нормально, мы и так пробьём. Я нажимаю сейчас все грейв, чтобы больше хила залетело. Так работает дота. Лечение по окончанию грейва или оранж-шаддов-то? Я думаю, лечение возьмём в этой игре. Слишком много с грейва залетает. У меня есть грейв, не бойся, не бойся, не бойся. Я говорю, бро, грейв. На доверие. Юл ещё летит с Clarity. Да, прикольный геймплей. Мне нравится. Там позиции быть. Это самое сложное. И кнопки нажимать, и в позиции быть. Если я хокну, там сложно будет. Там сайланс есть. Ну, если он побегнется, в смысле. Если я подойду, будет трудно. На юл вкуре. Нейтралочку найти. Лучше респауниться. А вот и рилпл. Я подхожу. Бля, как же много импакта и Даза уносят. Я в ахуе. Фулл контрпик Пэйла. Максимальный контрпик. Причём, заметьте, начало было не очень. Но с покупкой нужных артефактов игра становится очень интересной. Ты просто играешь как на тинкере. Миллион кнопок жмёшь. И все кнопки очень много хила дают. Мне кажется, я топ-1 бы хилу тут буду. Ну, в миллиарде просто хила. Найс. Легенда. Рил. Да, жалко Пэйла немножко. Не в ту игру взял персонажа. Вот такой вот геймплей, гайз. Просто купили Аганим плюс 18, игра становится супер весёлой. Бесконечный грейв. Ну, спасибо за игру, удачи. Вот такая вот катка получилась. Посмотрим, сколько мы нахилили, дамажили вообще наш Энетворса. Потому что, в моём понимании, Энетворс у нас был не самый большой. Мы были где-то топ-3 в команде и топ-5 среди всех героев. Но нам достаточно иметь Аганим Актарин, чтобы норм делать. Но важный момент, что вы должны... То есть, импакт Дазла не раскроется без Аганима. И наоборот. Без Актарина тоже не раскроется. Чекнем приколы. 31 тысяча дэмэджа, при том, что мы почти саппортили 30 тысяч хила. А Анетворса смотрим. Это очень важно. Вы на миде имеете... Ну, топ-3 Нетворса, это плохо. В команде. Вот, то есть, смотрите. Даже в самые сключивые моменты я топ-4, топ-5 Нетворса имею. Врага у хила Нетворса... О, у хила. Уличаю я Нетворс больше. То есть, в моём понимании, герой даже без Нетворса делает импакт. Тебе можно иметь Аганим, Шард. Ну, Аганим и Шард. А потом шлифануть это Актарином и БКБшкой. Я тьюл сделал, но по-хорошему было БКБ сделать сразу же. Сразу же после Аганима, кстати. Вот, такая сборка. Я её обновлю в доте. Лайки ей ставлю. Сборка хорошая. Я запишу прямо сейчас себе. Дазл. Сделать сборку. Всё, гай, спасибо, что смотрели. Давайте вам, хорошего вечера. Попробуйте такую дазл в соло-ммэре. Спасибо за донат человеку, который я задонатил на этого дазла. Его зовут Район. Район, спасибо тебе огромное за 1000 рублей за заказ. Хотите тоже заказать героя? Данейший Налер 1000 плюс рублей. И указывайте, на ком сыграть. Всем удачи, всем пока.